Ну что, будем начинать? Дорогие друзья и коллеги, я очень рада, что присутствую на конференции, посвященной памяти большого ученого и замечательного человека Николая Константиновича Гея. И благодарю всех вас за участие в этой конференции. Сейчас у нас выступит Валентина Сергеевна Сергеева с докладом на тему «Мы любим романы Толстого, потому что англоязычная рецепция Толстого рубежа 19-20 века». Добрый день, дорогие коллеги. Я, собственно, в контексте этого доклада выступаю как английский, в общем-то, не как тольстовет, поэтому буду говорить именно о нюансах восприятия Толстого англоязычной аудитории. И фрагментарность восприятия здесь представляется неизбежным свойством рецепции наязычного произведения, которое представляет вырванным из контекста, из общего контекста культуры, из биографии конкретного писателя, из всего его творчества в целом. По сути, то, что остается от автора определенного произведения, это то, что по тем или иным причинам больше откликается конкретно читательская аудитория. В целом, путь Толстого в Англии начался в 1879 году со статьи с подробным пересказом «Война и мира» в журнале «The 19th century». Статья, главным образом, представляла собой подробный пересказ, и основной причиной для похвалы британского рецензента стала достоверность картин, изображаемых Толстым, правдивый анализ характера солдат и крестьян. Автор рецензии упоминает также севастопольские рассказы, и очевидно, что для него Толстой — это просто такой годный, качественный автор-боталист, который повествует о важных исторических событиях, о которых англичане также очень хорошо осведомлены. Это, собственно, была не первая попытка ввести Толстого в круг английского чтения. Так, в 1962 году немецкой писательницей Мальвидой фон Мейзенбук, воспитательницей Диде Герцена, был выполнен перевод «Детство и отрочество». Однако, автор рецензии на эти два произведения был шокирован откровенным изображением недостатков и слабости отца Николинки, поскольку для викторианской культуры такой подрыв отцовского авторитета был неприемлем. Переводчица предварила свой перевод таким предисловием, которым назвала «Детство и отрочество простой семейной историей, однако автор знает как наполнить свои картины очарованием, которым лишь врожденное поэтическое чувство может окружить повседневные события». За большинством русских авторов пишет она, «Толстого родит удивительная наблюдательность и смелая правдивость, позволяющая называть вещи своими именами, избегая смешения нравственных идей с важной сентиментальностью и разрушения добродетелей, которые мы так часто видим, особенно в современной французской литературе». Вот здесь сразу у нас собрано несколько нюансов, которые будут очень важны для британской рецепции «Толстого». Я об этом чуть подробнее скажу. Но, тем не менее, в традиции семейной повести, как бы не старалась это подчеркнуть переводчица, Толстой не вписался. Британская семейная повесть имеет свои достаточно отчетливые традиции. И, как типично русский автор, «Толстой» здесь, пожалуй, тоже не смог выступить. Хотя, понятно, что самый ранний, может быть, самый естественный взгляд на «Толстого» в Англии – это взгляд на представителя далекой экзотической страны. Ранний «Толстой» воспринимался в контексте общих стереотипов о восточных варварах, оседных монголах и так далее. И избирательность восприятия здесь прямо связана со стереотипичностью. В английской культуре представление о России, о русских во многом складывалось отдельных картинок, таких фрагментов мозаики. Ведь это и журнальные карикатуры, которые эксплуатировали в том числе знаменитый образ русского медведя, иллюстрации, фотографии, которые далеко не всегда соответствуют действительности. В доме изображения русских амазонок, якобы отправляющихся на русско-турецкую войну, могло в действительности быть за висовской сербской свадьбой. А иллюстрация к сказке «Посварливая жену» могла сопровождаться комментарием, что в совые зимы русские крестьяне, жалея лошадей, запрягаясь в сани собственных жен. Уже в 1904 году, когда, казалось бы, контакты достаточно развиты, Эйл Мермот, известный переводчик Толстого, дает довольно развернутый комментарий к социально-бытовым реалиям при переводе трактата «Что же такое искусство?». Поскольку очевидно, что для английского читателя по-прежнему русские крестьяне, их образ жизни – это совершенно странное, экзотичное и непонятное. Как я уже говорила, основное восприятие Толстого начнется после перевода больших романов, главного образования мира, его регулярной публикации только с 1885 года. Толстой, с которым уже могу ознакомиться британские критики, читатели – это Толстой, который уже, по сути, отказался от билетристики ради своей новоприобретенной роли социально-политического и религиозного наставника. И английский, по сути, достигает именно в таком виде, как романист, мыслитель и общественный деятель. То есть здесь мы видим, в том числе, вне литературную рецепцию. Мэдзиуальный, английский критик известный, в своем программном эссе в 1887 году подчеркивает, что мы должны воспринимать Анну Каренину, говорит это, собственно, в рецензии Анну Карениной, не как произведение искусства, но как кусок жизни. Но при этом он сожалеет, что Толстой, к сожалению, оставил писательский труд. И это действительно очень характерно, что когда Толстой в более или менее полной мере доходит до британского читателя, британские читатели получают его, что называется, уже таким одним комплектом. Это одновременно и писатель, и мыслитель, и проповедник. И вот этот последовательный путь, с которым были знакомы русские читатели, в Англии буквально слепился вот в такой один. Путь русского реализма в английской рецепции оказался в том числе связан с ограничением от реализма французского. И все это в викторианской атмосфере, полный споров об искусстве и нравственности. Французские переводы Войны и Мира и Анны Каренины, а в первую очередь читатели, кстати, британские знакомились с Толстым во французских переводах, а только потом стали появляться английские, стали предметом живого обсуждения в критике, которая старалась в том числе отделить реализм Толстого от реализма современных ему французских романистов. Это мы видели уже в первой рецензии еще на Одессе Леопаршество. Толстой повозглашался носителем высшего реализма, психологического и духовного, а не только кропотливым вписателем бытовых деталей. Убедительность, которую отмечал еще автор рецензии The Nineteen Century, воспринимается уже не просто как верность факту. Автор рецензии The Spectator назвал Войны и Мир произведением, пронизанным духом терпимости и вызывающим у читателя сочувствие силам добра. Это, пишет рецензия, неотвратительный реализм современной французской школы, которая, кажется, состоит по большей части в вытаскивании на свет постыдных сторон человеческой натуры, которой долг обязывает нас скрывать. Во полемику вступает Мэтью Арне, чьи высказывания во многом сформировали отношения к Толстому в Англии. В эссе «Граф Лев Толстой» он объявил, что наследником великой традиции романа в мировой литературе стал русский роман. Французский роман, который поначалу заинтересовал английского читателя о широтой смелости со социальной проблематике, утратил боговую привлекательность. Анна Калинина по Арнольду стоит выше стилистически совершенной французской прозы, даже выше Фаберра, поскольку Фаберра выражает лишь омертвленные чувства, как пишет Арнольд Горч, иронию бессилия. И действительно, да, очень многое в попытках истолковать объяснение Толстого будет идти как попытка отталкивания от современной французской лиц. Толстой пишет не так, как французы, и за это мы, то есть англичане, мы его очень любим. Количество откликов на русский реализм заметно выросло на рубеже 80-90-х годов XIX века. Появляются новые переводы, в том числе Гоголя, Тургенева, Пушкина, Достоевского. Писатели, которые, по мнению английских критиков, принадлежали, либо наследовали эпохи Диккенса и Текеля. И опять-таки, как начинается вот эта новая волна отзывов, не затронутых, в отличие от французов, цитируя странной слепотой души, которая делает неразличимый добродетель, они не клонут порог под микроскоп, чтобы представить нам его чудовищно повеличенный образ. Тайна жизни, любовь к человеку, борьба добра и зла – вот что, по мнению обозревателей, основные темы, привлекающие русских реалистов. Для амнистопедики становится крайне важным, почему же Толстой не Золя, не Флабера, не Бальзака. Реализм Толстого тесно связан с религией, с человеческими верованиями, купованиями, желаниями. Его основная тема – это благородство и красота человеческой души. Еще одним важным фрагментом в британской рецепции Толстого было его восприятие как социального деятеля. Политические перемены, несомненно, в той или иной мере подогревали интерес к России и русским общественным движениям. В эпоху правления Николая I некоторые русофилия, понятные после победы Александра I над Наполеоном, сменяются враждебностью. Британская реакция на такие события, как подавление польского восстания, например, в 30-м году, встречалась необыкновенной горячностью. Русско-английское литературное общество, основанное в 1993 году, было вынуждено заявить, что английская литература и журналистика крайне однобоко освещают то, что происходит в России. И, цитирую, в английской литературе и журналистике преимущественно буссируется все мурачное, печальное и трагическое русской жизнью. Однако не все в этой стране принадлежат к тайному обществу или на веке ссылаются в Сибирь. Но критика чуждого общественного строя могла и вовсе не отменять чужую культуру, но вносить в ее восприятие некоторые нюансы. Русские клеммники Монтани играли важную роль не только в области революционной пропаганды, они подкрепляли интерес британского общества к русской литературе. Как мы помним, в 50-е и 60-е годы Волон Доми жил Герцов, Огарев. В Англию приезжали такие известные писатели, как Дургенев и Чернышевский. Следующий приток политических эмигрантов – это 80-е и 90-е годы, в том числе члены знаменитого кружка Чайкурского. Анархист Петр Кропоткин активно издавал книги по политическим и экономическим вопросам, читал лекции по русской литературе и так далее. По инициативе Степника Клявчинского в 1990 году было создано общество «Друзей русской свободы», привлекшее ряд занятных британских деятелей, в том числе «Друзей и Степника» была известная перевозчика Константс Бранд, благодаря которой многие англоязычные читатели познакомились с русской литературой. Толстой в этом контексте воспринимался как человек, бросивший вызов всесильным авторитетам государства и церкви. И его борьба с безумием русской цензуры, как выразился отец рецензентов, вызывала большое сочувствие, а издание запрещенных толстойских произведений за границей энтузиазм и надежду на торжество в прогрессе. Наконец, Толстой оказался интереснее для британских читателей и как религиозный мыслитель, философ, проповедник. Английская литература, создававшаяся в иных социально-политических условиях и ориентированная, как было верно замечено, Элмер Моден, уже упоминавшимся, на респектабельный средний класс, занимал в культуре свою нишу, не претендуя на роль учительницы жизни. Толстой здесь оказался действительно прорывом определённым. Тем более, что для английского читателя Толстой художник и Толстой философ не были так разительно отдалены друг от друга для читателя русского. Тот же скипунь длиной в десятилетие оказался сконцентрирован. В результате Толстого восприняли одновременно как философа, учителя социального критика и необычного писателя, но в значительной мере сосредоточенного на социальных, философских, религиозных проблемах, гораздо больше, во всяком случае, чем романист английский. Любимый толстовский персонаж, помещик, пытающийся понять смысл жизни и тяготящийся своим богатством, оказался совершенно новым для англичан типом личности. Но здесь хочется заметить, что в Англии возник целый ряд толстовских комон, более или менее успешных, в том числе и главы, лично общались с Толстым за счет того, что у них была такая уникальная возможность. Английское толстовство – это вот тема для такого совершенно отдельного разговора, это очень интересно. Ну вот я тогда на этом заканчиваю. Я хотела показать те фрагменты восприятия, которые были особенно важными, как мне кажется, в англоязычной рецепте Толстого. И поэтому, да, к своему докладу я дала такое немножко провокационное название. Мы любим толстову «потому что». Да, вот «потому что» вот почему именно я постаралась в своем докладе представить. Это, конечно, некоторые грани, об этом можно говорить гораздо подробнее. Спасибо за внимание. Большое спасибо, Валентина Сергеевна, за содержательный очень интересный доклад. Может быть, есть вопросы? Есть ли? Именно исследования или критика? В принципе, да? Ну вот здесь действительно интересно, потому что, да, вот первый его перевод, да, это вот «Детство и утроченство», то, что я сказала, ну, скорее неудачно, на него внимания особо не обратили. Да, по сути, там одна-две рецензии, лучше скорее ругать. Вот этот взлет начинается, это рубеж 70-80-х, когда романы переводятся. И на самом деле там, конечно, вот эти волные интересы, да, потому что, скажут, есть вот этот русский бум от рубежа веков, да, потом огромный русский бум уже вот после Первой мировой войны, да, вот там русские сезоны, да, вот «Валеты дягили», то есть там огромный интерес, там вечеринки в русском стиле, да, то есть там огромный интерес кальной культуре. Но понятно, что там вот эти волные интересы, они идут вот начиная с 60-х годов. То есть все вот это время, ну вот с 70-х, то есть все вот это время Толстой появляется. Появился какой-то новый перевод, тут же идут статьи, появился какой-то новый перевод, тут же идут статьи. То есть, в общем-то, интерес к нему не спадает полностью практически никогда. На самом деле тут тоже очень интересно, потому что, я, в всяком случае, буду говорить именно про рубежный кул, да, и начало 20-х, потому что есть, конечно, более современные переводы. Это в основном, как сказать, авторы вообще сами, переводчики сами по себе очень интересны. Есть вот это Констанц Гармандов, благодаря которому вообще огромный слот переводов русской классики. Да, это человек, который вот был, как сказать, уже в мейнстриме, да, вот этих событий. Она общалась вот с русскими политомигрантами, да, она прекрасно знала эту среду, да, то есть вот... И, в общем-то, те переводчики, которые этим занимаются, как раз, да, в конце экономии жевиков, это люди именно такого типа. Они хорошо знают русскую культуру, они общаются, да, вот с русскими в Англии, тем более русских в Англии в это время очень много. Там реально вот эта волна эмиграции, да, когда там вот... Ну, огромный диаспорт, на самом деле. Например, английский перевод, господи, американская переводчица, ну, в Англии, естественно, перевод тоже был известен, тоже переводившая автобиографическую трилогию до 80-х уже года. Она, в принципе, изучала русский фольклор, да, Изабелла Хэпп, если не ошибаюсь с фамилией, она изучала русский фольклор, то есть она хорошо знала... Она приезжала в Россию, хотя она общалась с Толстым, если я не ошибаюсь, она приняла по асфальту, в конце концов. То есть это все были люди, вот, очень погруженные в культуру. Есть еще вопросы? Там, на самом деле, очень забавно, потому что есть, разумеется, да, люди, которые были этим безумно увлечены, да, я как раз не зря упомянула про толстовские коммуны. То есть да, это было воспринято, да, это вот с огромным интересом, то есть там тот же Эйлмер Монт, он ездил общаться с Толстым, да, он с его разрешения писал его биографию, то есть он преклонялся просто перед Толстым, там, перенашел его за это как бы вот очень, да, высмеивал, например. Ну, в критике очень это интересно выглядит, может, такое ощущение, что вот в такой, ну, как сказать, массовой, да, вот в критике, что да, конечно, но мы очень надеемся, что Толстой однажды перестанет проповедничать и будет снова писать нормальные романы. То есть там есть это ощущение. Да, он там антихристианин, кстати, вот для Чистертона, да. Да, 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 да. Да, 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 да. Там очень интересно, если смотреть по отдельным людям, которые вот сильно затронуло, и вот если смотреть по такому широкому сходу именно в журнальных газетных рецензий, да, то есть... Да, вот это при том, что Юйс, кстати, застал вот этот, собственно, русский бум, да, который после Первой мировой. Но там, правда, мог быть уже другой, там мог быть меньше интерес именно к религиозному произведению Толстого. Ну, да. Но опять же, пока, я думаю, в том числе, было возможность с Толстым пообщаться лично. То есть посмотреть, в том числе, как он сам эти принципы ухвощил в жизни. Если больше вопросов нет, я думаю, мы можем перейти к докладу Максиму Владимировичу Скороходу. «Циклические образования у Есенина – вариативность или незавершенность?» Ну, у меня-то такая тема, которая относится, конечно, и к Сергею Александровичу, и ко многим другим авторам. Потому что, конечно, если мы говорим о циклическом образовании, я хочу остановиться на книгах, авторских книгах и на авторских циклах, и не буду говорить о тех случаях, которые понятны, как, например, циклы «Сильные известные грестицкие мотивы». Ну, и сказать хочется, прежде всего, о том, что мы, может быть, объединяете сильно и с другими авторами. Это связано, например, с созданием книг. Известно, что Сергей Александрович еще во время проживания в Рязанской области стал задумываться о создании книги. Сначала она была рукописная книга, но потом, когда он приехал уже в Москву, а потом в Петроград, он стал собирать уже книгу и придумал ее название «Радуница». Это название необычно, об этом писали еще многие современники и поэты в критике, вот про которую тоже критики, конечно, очень важно, как они воспринимают автора, особенно начинающего. И здесь интересная и композиция этой книги, которая вышла в 1916 году, она практически кольцевая композиция, то есть там 33 стихотворения, которые поделены на два раздела. И потом неоднократно эта книга переделывалась. То есть, вот я хотел сказать, да, реактивность или незавершенность, да, то есть эта книга была издана, у нее была довольно четкая структура. Два раздела «Русь» и «Мак» и «Обабаски». Если в первом разделе «Русь» рассматриваются темы общезначимые, и произведения, где говорилось о странниках, о страннице, о богомольцах, и стихотворения, связанные с мотивом единства человек и природы, их многоуровневый слияние в общем бытии, и в стихотворениях этого раздела природный мир является не только фоном, но и активным действующим лицом философских размышлений лирического героя. А в втором разделе «Маковой Бабаски» там уже по самому названию этого раздела видно, что ориентация на «Нанопабаски», «Побасенке», то есть соединение в рамках одного текста, краткость и сюжетной полноты, законченности. И в соответствии с этим автором выступает как своего рода рассказчик. И здесь тематика, она немножко отличается, стихотворение, вошедшее в первый раздел. И интересно, то также стихотворение «Матушка в купальницу полюс уходила», посвященное рождению и возмужанию лирического героя, и в композиции этой книги 16-го года она занимает центральное место. И также интересно стихотворение «Маленькая поэма Микола», которая открывает книгу, да, то есть это единственное крупное произведение, которое в нее было включено, и завершает это стихотворение «Чую радовницу Божию». Эти два текста, которые расположены в начале и в конце, они образуют своего рода замкнутую композиционную структуру, потому что перекликаются в активно-образный комплекс этих двух произведений, но, к сожалению, и нет сейчас возможности на этом подробно останавливаться. После этого Исенин дорабатывал книгу. Уже первое издание, как я сказал, вышло в 16-м году в Петрограде, и в конце 18-го года выходит второе издание «Радовницы» в издании «Московское», которое добавило артиль художникам слова, это уже было в постреволюционное время, и здесь уже не два, а четыре раздела. То есть мы видим, как авторские замыслы принципиально меняются, причем несмотря на то, что, как я уже говорил, да, было быстро, в первом издании довольно четко композиция. И здесь раздел совершенно имеют другие названия. Первый раздел «Радовница», он дублирует название всей книги, и здесь идет «Марфа-посадница», маленькая поэма, которой в первой книге не было. И последний стихотворение «Чую Радовницу Божию», которая завершала в первом варианте всю книгу. Потом идет раздел «Песни о Миколе», и третий раздел «Русь», который повторяет первый раздел, и первого издания «Радовница», и открывает ее маленькую, одноименную маленькую поэму. И последний раздел «Звезды Лужев», в котором есть и маленькие поэмы стихотворения. То есть здесь совершенно другая композиция, как мы видим. Сначала идет большое произведение, которое сам автор называл маленькими поэмами, и потом идет несколько стихотворений. И они объединены вот такие небольшие разделы. И, наконец, потом еще выходили «Радовница». Книга под этим названием выходила в 19-м и 20-м годах, и здесь, опять же, была определенная вариативность. То есть первый раздел был такой же, как и в книге 18-го года, а остальные претерпели довольно существенные изменения. И потом прошло какое-то время, и Есенин, опять же, использовал это название «Радовница», но уже в качестве заглавия раздел своих авторских книг. Это собрание стихотворений в одном томе 22-го года, избранное 22-го года, книга «Березовый ситец», в которой был, опять же, раздел «Одноименный радунец» и предполагался раздел в оказавшейся неизданной книге «Руссиян» 20-го года. То есть мы видим, как вот этот замысел, какая-то группа стихотворений, которая была объединена сначала в книгу из 33-х произведений, потом состав существенно менялся, и принципиально менялась композиция, и потом появились вот эти разделы, опять же, состав, который был не постоянен, но постепенно, вот количество произведений, которое включалось в эту «Радовницу», оно постепенно сокращалось. И поэтому хотелось вот про это сказать, потому что здесь мы видим, что книга является вроде бы завершением авторского, творческого процесса определенного какого-то периода, но потом идет изменение, название остается, но меняется структура принципиальная, и из книги, через какое-то время появляется раздел. Еще один интересный пример, на котором хотелось постановиться, это «Есенинский цикл», опять же, который не получили такого общепризнанного, не являются общепризнанными, как, например, персидские мотивы, например, «Под отчим к Круну». Это интересный цикл, который был опубликован в 1918 году, в конце 1917 года, в составе «Альманаха Скифа», второй выпуск. Здесь у него вошло 15 стихотворений, и скажу сразу, что в этом же «Альманахе» опубликован и еще один, «Есенинский» такой, под подборкой, или цикл стихотворений, произведений, которые называются «Стихословы», состоящие из четырех небольших, по объему маленьких поэтов, написанных в 1917 году. И здесь тоже интересно такое наблюдается пересечение, то есть, если мы говорим о стихослове как мини-цикле из четырех произведений и стихотворном цикле «Под отчим к Рому» из 15 стихотворений, то они тоже друг между собой пересекаются. Прежде всего, это связано с тем, что здесь в стихослове присутствует поэма Есенина «Отчиль», получается «Отчиль» и «Под отчим кровом», то есть, это связано с предками, связано с отчим домом, и вот неологизм Есенина «Отчиль», они, конечно, он тоже для этого времени, 17-18 года, очень важен. Мы видим, как пересекается название одного из произведений Песнослова и название всего Есенинского цикла. И надо сказать, да, что «Под отчим кровом», опять же, да, сначала это было название цикла «Вальмонахи», потом Есенин подготовил книгу «Голубень» в 18-м году и опять включил в нее уже раздел из 12 стихотворений, да, и состав опять совершенно другой. То есть берется название, оно определенная структура, и сейчас, наверное, не хватит времени, чтобы разбирать подробно вот этот цикл под отчим кровом в первоначальном своем составе, потому что я просто, если его проанализировать, то мы видим, что здесь общие мотивы идет, развитие, можно сказать, что он объединен таким лирическим сюжетом, связан именно с представлением об отчим крови, да, например, открывает его стихотворение «Под красным вязом крыльцо и двор», да, то есть мы видим, что это то, что находится именно под отчим кровом, да, это самое близкое, вяз, двор, крыльцо, те слова, которые важны для представления о внутреннем таком, о обочем доме. Однако уже следующая строка совершенно значительно расширяет пространство. Луна над крышей, как златый бурт, да, то есть мы видим, что отчий кров, а над ним находится, над крышей что-то еще находится, то есть мы видим, как это пространство, которое присутствует в этом стихотворении, оно постепенно расширяется.